Всем привет, друзья мои! В сегодняшнем видео то, что вы увидите, вы увидите первыми. Сегодня я вам расскажу о новинках от компании Герман. Вы на самом деле, все, что сейчас увидите, вы увидите первыми. Ранее этого никто не видел. Это должно было остаться секретом до выставки. В этом году на февральской выставке на ВДНХ, которая пройдет с 21 по 25 число, компания Герман обещает показать много чего интересного, множество новинок, в том числе и трейлинговые приманки. Мне не так давно довелось пообщаться с директором этой компании. И после этого разговора у меня появилось много полезной и интересной информации. О каких-то новинках мы договорились, что я не буду рассказывать. Вообще, на самом деле, все должно было остаться в тайне. И это должно было быть сюрпризом до февральской выставки на ВДНХ. Но все же я смог договориться с директором этой компании, и он дал добро на предварительный показ одной из главных новинок этого сезона. От компании Герман. Итак, друзья мои, это сногсшибательная новинка от Герман. Это силиконовые приманки от 30 до 190 миллиметров. Здесь есть приманки, которые отлично подойдут для ловли надводной поводок, для ловли джигом, как лайтовым, так и сверхтяжелым. Также есть силиконовые приманки, которые я уже лично для себя присмотрел для ловли троллингом. И это, друзья мои, 190 миллиметровые приманки, которые отлично подойдут для ловли трофейной рыбы. Трофейного судака, сама или щуки. Такие здоровые приманки можно использовать и в заброс, особо даже не имея никакой отгрузки. Маленькую свинцовую джиголовочку с длинным цевьем. Грамм 5, и уже достаточно. И такой приманкой мы сможем ловить уже щуку. Да, в принципе, даже и судака. На определенных перекатах или косах. Если утяжелить приманку и поставить грамм 60, и имея достаточно мощную палку, такими приманками мы можем ловить уже и на больших глубинах, подымая оттуда 100% на трофейную рыбу. Также эти приманки можно использовать и при троллинге. Есть два вида проводки. Типа отводного и непосредственно силиконовая приманка, идущая по дну. Как эти приманки проводятся, я уже покажу на воде. Монтаж, повторюсь, типа отводного. Но тут уже надо ставить не просто флюрокарбон или какую-то монофильную леску, а нормальный, хороший, полтора метровый поводок. Приманку можно также не сильно отгружать, или вполне достаточно. Если приманку мы отгрузим довольно-таки сильно, то приманка будет непосредственно на малом ходу идти по дну, или возле дна, соблазняя хищника. Также можно сделать, что приманка будет идти и непосредственно у дна, дна особо не касаясь. Это просто неотгруженная приманка, или отгружена слегка, где в начале этого поводка будет стоять довольно-таки увесистый груз. Ну, скажем, грамм 60 или 70. Таким образом можно ловить и сама, и щуку, и трофейного судака. Единственный, конечно, минус таких приманок, что они, в принципе, не многоразовые, не сильно многоразовые. Но, повторюсь, порой силиконовая приманка намного лучше провоцирует хищник. Я на самом деле очень счастлив, что компания Герман стала производить такие приманки. Почему? Скажу сразу. Силиконовые приманки большого размера стоят колоссальных денег. Порой доходят до 300 рублей за штуку. За штуку 300 рублей силиконовые приманки. Это, друзья мои, практически воблер. Здесь приманка обойдется в 125 рублей. Качество силикона очень даже впечатляет. Он эластичный и упругий. Быстро этот силикон не порвется точно. На самом деле силиконовые приманки порой даже лучше привлекают рыбу, чем какой-либо воблер. Силиконовые приманки довольно-таки упругие и эластичные. У такого размера силиконовых приманок очень здоровый пятак. Давайте сейчас вместе с вами заглянем вовнутрь силиконовой приманки. Силикон очень плотный, очень крепкий. И хочу обратить внимание, что краска силикона не слазит. Не отшалушивается. Также мы, к примеру, видим, что вот эта приманка, вот этого цвета, имеет внутреннюю загрузку цвета. Приманка не покрашена, а имеет двойную заливку. Видно, что приманки также заливались блесками. Короче, друзья мои, мне силикон нравится. Надеюсь, он будет рыбу ловить не хуже, чем дорогие силиконовые приманки от именитых брендов. Что немаловажно, силикон довольно-таки бюджетный. В среднем цена этого силикона за упаковку 200 рублей. Количество силиконовых приманок в упаковке колеблется от 2 до 6 штук. Цена зависит также от размера силиконовой приманки. Знали бы вы, какое усилие я сейчас прилагаю, растягивая эту приманку. Продолжение следует... Продолжение следует... Качество краски довольно-таки впечатляет Краска довольно-таки прилично держится Надо еще в принципе понимать, что это силиконовая приманка И краски держаться довольно-таки сложно На такой поверхности Глаза, конечно, у силиконовых приманок отваливаются Но они, в принципе, по сути, не нужны Я считаю, что производитель, по сути, выбросил деньги, наверное, приклеив их сюда Можно было бы сделать по-другому Глазки сделать на штырьках Тогда бы они, наверное, держались бы получше Не приклеивая их Точнее, приклеивая их Но плюс еще дополнительные штырьки А было бы неплохо, если бы эти два глаза были бы связаны между собой перемычкой, штырьком Тогда бы они держались намного прочнее Но, возможно, в дальнейшем производитель и исправит эту ошибку Кстати, этот глаз в ультрафиолете светится довольно-таки интересно Субтитры делал DimaTorzok Вот такой 190 размер мы будем пробовать трейлинговать Сделав определенную оснастку Удлинители То есть будем ставить джиголовку с длинным цевьем И ставить еще удлинитель Из поводкового материала И крепить дополнительный тройник Ближе к хвостовой части Я думаю, что на такие большие силиконовые приманки Нам удастся поймать и сама И трофейного судака Весь ассортимент силиконовых приманок От этого производителя Вы можете увидеть на выставке Или уже после выставки Ищите их в магазине Повторюсь, силикон довольно-таки качественный Что и покрытие, что и сам состав Довольно-таки прочный Упругий и эластичный Дизайнеры этих приманок Грамотно подобрали цвета Каждую из этих приманок Хочется попробовать в деле Все, друзья мои Возможно, с кем-то увидимся и на выставке Всем рыбацкой и жизненной удачи Субтитры создавал DimaTorzok